мы приближаемся к тому времени когда настоящее цунами духа святого накроет всю землю сегодня самое срочное дело это вернуть наши страны и наш континент иисусу на самом деле я очень скромный человек я хочу войти в список героев веры друзья у нас необычный гость жан-люк траксель он служит по всему миру человек который побывал в невероятных приключениях возглавляет несколько организаций совершает невероятные вещи и вы сейчас о них услышите жан-люк по весьма необычные человек я рада вести разговор с вами как и вы я надеюсь о да это так в прошлой программе вы рассказали удивительную историю о том как во время медового месяца вы лишились всех денег которые отложили на год семейной жизни поэтому вы далеко не обычный человек и не только для швейцарии но вы также необычный человек для любой другой страны я хочу знать по какой причине вы делаете то что вы делаете во-первых хочу сказать что очень сильно люблю швейцарию я был почти в 90 странах но все еще считаю что швейцария самая красивая после россии конечно же я согласна на самом деле я очень скромный человек я не люблю проповедовать выступать и находиться среди людей я люблю помолчать и посидеть в тишине я люблю ездить в горы но когда я принял духа святого его огонь это изменило мою жизнь я не могу сидеть на диване и смотреть телевизор разве что христианские телеканалы я должен исполнять божие предназначения и понимаю как важно донести евангелие этому поколению которая никогда не слышала евангелие вы призваны на самое потрясающее миссионерское поле под названием россия и на самом деле большинство из вас вы прямо посреди божьей воли многие знакомы с религией но она им не интересна этому поколению хочется чего-то настоящего а самое настоящее это иисус когда я встретился с ним это изменило мою жизнь я знаю его с детства я знаю ответ для этого поколения именно огонь святого духа заставляет меня идти на безумные поступки я не люблю рисковать но при этом хочу быть человеком вера поэтому мне приходится растягиваться я хочу войти в список героев веры которые делают безумные вещи для бога безумные вещи для бога это то что интересно это что по-настоящему меня растягивает я не могу сидеть когда слышу евангелие и хочу поделиться им со всеми людьми я была удивлена когда вы сказали что получили идею об открытии служения европа будет спасена когда вам было всего шесть с юных лет я всегда искал чудес и исцелений а когда мне было 6 я услышал европа будет спасена поэтому с самого начала приоритета моего служения было достижение моего контингента мои страны и моего поколения для иисуса 10 процентов моего времени я уделяю странам за пределами европы не потому что мне не нравится путешествовать я постоянно в разъездах а потому что я действительно хочу увидеть спасенной европу каждый год я отклоняю сотни приглашений за пределами европы я отдаю этим странам лишь 10 процентов моего времени у вас есть еще одна организация которая связана со служением исцеления а с исцелением все было сверхъестественным в двухтысячном году бог сказал мне я хочу снова делать то что происходило в прошлом а затем он сказал мы приближаемся к тому времени когда настоящее цунами духа святого накроет всю землю и в этом цунами с небес одним из главных будет откровение о силе креста оба иисусе который спасает а также оба иисусе который также исцелеет он сказал я хочу чтобы ты объединил служение исцеления и когда вы будете двигаться вместе не конкурируя а подчиняясь друг другу учась друг у друга вы объединитесь и вместе сможете разрушить стены болезни и одержать с большую победу я также хочу чтобы ты учил этому верующих потому что великие чудеса будут происходить не только на сцене это будет происходить среди обычных людей даже среди тех кто смотрит на сейчас да я хочу спросить вас о вашей стране прекрасно что в швейцарии начали появляться новые церкви такие как международное общение веры и как ваша церковь что происходит в швейцарии сейчас в одной из самых спокойных стран центре европы до швейцария это тихое мирное место но мы имеем божью благодать даже сегодня в правительстве и даже в штабе президентом есть люди не буду называть их имена потому что это неправильно которые верят в иисуса христа однако в швейцарии всего четыре процента рожденных свыше людей но это уже лучше чем в большинстве стран европы например во франции 0,4 процента в бельгии 0,2 процента недавно я вернулся из греции такая большая страна и всего 20 тысяч рождены свыше это примерно 0,002 процента и это трагедия поэтому мы должны нести евангелие мы не можем оставаться в наших закрытых клубах наслаждаясь тем что мы братья и сестры и воспевая песня нет пора забыть об этом сегодня самое срочное дело это вернуть наши страны и наш континент иисусом и нам нужно проповедовать евангелие не нашу религию или динаминацию а евангелие швейцария благодаря своему расположению дружит с различными динаминациями и сегодня близко общаюсь с епископом католической церкви мы молимся вместе вместе верим что европа будет спасена мы уважаем друг друга мы не во всем согласны с теологической точки зрения но мы любим иисуса любим друг друга и стараемся работать вместе похожая ситуация наблюдается в разных местах недавно прошла наша конференция исцеления в женеве это была фантастика это делает дух святой и такие же горящие люди как и вы и в швейцарии и в других странах европы мне кажется что дух святой начал делать что-то новое вопросе единства такого еще не было я часто говорю у нас для вас новость первая мировая война уже закончилась во время первой мировой войны люди сидели в окопах воевали и прятались там это время уже закончилось мы живем в 2019 году уже почти 2020 господь творит что-то новое для нас начинается новая пора где с небес изливается что-то новое новый звук мы уже не можем поклоняться и петь как пели 10 лет назад если мы хотим чтобы для нас началась новая пора во первых он призывает своих детей войти в его присутствие я вижу что нынешнее поколение так жаждет бога не церкви а самого бога и бог изливает на них свой дух как сказано в книге пророка и аилия в последнее время я и залью на них от своего духа и когда мы откроем свои глаза то увидим что иисуса окружают не только люди из нашей динаминации они другие и среди них не только пасторы и бизнесмены и спортсмены все они так сильно любят иисусом а если они слышали голос божий то знают что он говорит мы должны нести евангелие этому поколению вы так и поступаете я была впечатлена вашей истории о похищении когда вас похитили и пожалуйста расскажите нам об этом сегодня вы сказали что впервые вас похитили во время вашего медового месяца до меня похищали два раза это было по пути на украину да в украине меня похитили но очень быстро отпустили меня похитили во время одного из наших крусейдов в украине был тот самый случай с кгб и мафии это в украине было да в украине а еще меня на рождество похищали в африке но это совсем другая история в одном из городов украины мы сняли зал не помню где это было венец или хмельницком точно не помню но помню что мы сняли зал и он был набит людьми в то время туалеты были не очень чистыми поэтому я решил пойти исправить нужду в другом месте и пока я писал сзади подошли двое мужчин схватили меня и вывезли за город они привезли меня в какую-то пещеру и начали меня там бить каким-то сверхъестественным образом а за нами следила кгб поэтому не произошло ничего плохого они меня отбили и мне не пришлось платить выкуп или моим родным это потому что вы иностранец да конечно мы же сняли большой зал и проповедовали евангелие меня хотели убить все было довольно таки серьезно но господь сверхъестественным образом спас меня руками того самого кгб я люблю кгб они отвезли меня на собрание уже через 15 минут после возвращения я стоял на сцене и проповедовал о божией любви люди спасались и исцелялись на том собрании человек встал с инвалидного кресла да вы все же живы и вы заплатили невероятную цену за проповедь евангелия иисуса христа вы каждый день не готовы к тому что можете умереть если честно нет я всегда говорю господь я так сильно люблю тебя и я готов жить я не хочу умирать но я готов следовать о господом любой ценой я не собираюсь отрекаться от него я живу полной жизнью и на полной скорости если бы мне пришлось умирать то я бы этого не хотел конечно я просто честен с вами когда говорят если вы хотите умереть за иисуса выходите вперед я никогда не отвечаю на такой призыв нет господь я хочу служить тебе жить и радоваться я готов умереть конечно но я бы лучше жил для тебя так я обычно говорю да у меня к вам еще один вопрос мы живем в последнее время как прожить этот период ваш совет хороший вопрос я не специалист в этом вопросе но могу рассказать как я верю читая библию я вижу что бог говорит об этом темном времени когда будут землетрясения разделение отступничество от веры библия неоднократно говорит об этом но в той же библии сказано что в последнее время бог изольет свой дух на всякую плоц поэтому я больше акцентирую свое внимание на том что делает бог а не дьявол считаю что в последнее время нас ждет огромный урожай и величайшее пробуждение во всей истории а ну кстати уже началось путешествуя по миру я уже вижу первые капли этого излияния святого духа я считаю что в это время дух святой нужен нам так как никогда только он поможет противостоять искушению и тьме христианство пытается проникнуть дух обольщения и без духа святого мы скатимся в самое темное время в истории пожалуйста вспомните учеников они три года провели с иисусом ежедневно ходили с ним и видели чудеса преображение превращение воды в вину воскресение лазаря но когда пришло трудное время библия говорит что все они отреклись от иисуса просто взяли и разбежались все до одного представляется великие апостолы отреклись от прекрасного иисуса почему же так произошло потому что у них еще не было святого духа сегодня у вас есть шанс получить его если вы никогда не принимали святого духа знаете сам бог святой дух может войти в вас и открыть вам истинного иисуса и более того я скажу вам он желает сделать помолитесь пожалуйста за всех желаю прекрасная идея прежде всего если вы никогда не принимали иисуса вашим господом то сегодня день вашего спасения просто откройте свое сердце речь не о религии а об отношениях иисус это единственный путь он истинная жизнь если вы никогда не отдавали свое сердце иисусу вы не знаете что такое настоящая жизнь но если вы сегодня скажете иисусу да небесная жизнь войдет вас и даст вечную жизнь и жизнь с избытком и так если вы хотите принять иисуса просто скажите господь иисус войди в мое сердце прости все мои грехи я верю что ты сын божий ты умер воскрес и живой сегодня спаси меня прямо сейчас если вы только что произнесли эту молитву или сделали это раньше и отдали свою жизнь иисусу то я хочу помолиться за всех вас что вам на самом деле нужно так это дух святой сейчас иисус сидит на небесах по правую руку от отца и молится за вас но чтобы иисус жил внутри нас нам нужен дух святой а вот почему вам нужно креститься духом святым и огнем если вы хотите этого то положите руки перед собой и я буду просить отца совершить для вас это чудо отец небесный ты сказал если мы попросим у тебя хлеба ты дашь нам хлеб а если мы попросим у тебя духа святого ты дашь нам духа святого я молюсь во имя иисуса за всех наших зрителей и злей на них свой дух и прямо сейчас крести их духом святым и своим огнем во имя иисуса а теперь вы пригласите его не просто как духа а как самого бога и личность начните общаться с ним вы можете разговаривать с ним если вы будете слушать его он станет вашим лучшим советником он будет открывать вам глубины божии и живого иисуса как сказано в библии никто не знает что в боге кроме духа божиего аллилуйя аллилуйя думаю это было прекрасное завершение нашей программы а